Детский реабилитационный центр Балауса работает в Уральске с 2019 года. Вместе здесь получают необходимые процедуры от 70 до 100 детей с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата, аутизмом, задержкой развития речи. Важно, что профилактическое лечение ребята получают, не выезжая за пределы региона и в рамках ОСМС. В честь Норрис Айт в центре устроили большой праздник для детей и их родных. Абдурахим Мержанулы посещает занятия регулярно. Сюда его приводит бабушка Калима Норрис. Раньше, чтобы пройти курс реабилитации, ей приходилось возить внука в Алматы и Астану. Теперь можно проходить все важные процедуры здесь. Я привела сюда внука и сегодня на этом празднике ему перерезали путы. Мы очень рады, что у него есть прогресс в развитии. Это благодаря не только нам, но и специалистам реабилитационного центра. Нам было трудно. Раньше приходилось ездить в Астану. Сейчас он чувствует музыку, научился хлопать. В праздничный день коллектив центра и его посетители стали свидетелями обряда Цаукису. Свои первые шаги Абдурахим стал делать в пятилетнем возрасте. В центре Балауса мы занимаемся третий раз. Здесь очень нравится. В Астане, например, дается 24 дня с учетом выходных. Здесь с детьми занимаются полные 24 дня без учета выходных. Внук получает 8-9 занятий в день. Бассейн, массаж, электрофорез и многое другое. Здесь он действительно начал развиваться. Дети с такими нарушениями нуждаются в постоянном внимании. Для них важно получать не только медикаментозное лечение, но и занятия, которые позволяют развивать моторику, включать, так сказать, скрытые резервы организма. После каждого реабилитационного цикла у малышей появляются новые жизненно важные навыки. В центре применяют современные методики, тренажеры, а работают с детьми только опытные, квалифицированные специалисты. У нас в центре работают реабилитологи, основные это профильные. Потом невропатолог работает, ортопед, психологи, логопеды, эрготерапевты, специалисты у нас, инструкторы ЛФК, массажисты. Потом физио, у нас отделение есть, физиотерапевтические, медсестры физиотерапевтические, инструкторы. Доказано, что дети с неврологическими заболеваниями хорошо реагируют на ипотерапию. Но поехать для занятия на ипподром могут не все. В центр приобрели специальный тренажер, полностью имитирующий верховую езду. Рядом с подопечным всегда находится инструктор. У этого ребенка плоскостопие. Сейчас занимаемся на тренажере, разогреем тело, потом приступим к выполнению упражнений. Они нужны для того, чтобы ребенок хорошо держал равновесие. Вот так массируем стопы, разрабатываем суставы. Прогресс есть по сравнению с тем, каким он пришел, и сейчас большая разница. Ходить он сможет после этого лучше. Быстрого эффекта, конечно, не будет, но постепенно он придет. Нужно также дома ходить босиком, и важна правильная обувь. Многие болезни у детей приобретенные. Детям нельзя долго сидеть в телефоне. Это мой главный совет родителям. В рамках мероприятия всем приглашенным предложили национальные блюда и традиционные угощения. Но рыскужи. Екатерина Шмидт, Рустем Ищанов, Таншулпан Амирханова, телеканал Акжаик.